Но эта инфраструкция имел нужную протагонистской гостодатой теории, как чернотие и мышление. Галибар. Шоу классика в рейтописике. Вы слушаете Галибар шоу на радиоболит вместе с сетью интернет-магазина в Спортхаус. Все яркие цвета лета вы найдете в Спортхаус. Мировые спортивные бренды, эксклюзивные модели. Наконец-то, дамы и господа, очередной четверг. Наконец-то человек, который знает, куда повести за собой народ. И как организовать счастье и безмятежную жизнь каждого сидит здесь. Человек, ибо знающий за вас каждого. Суть вашу. Алексей Борисович Бессонов. Да, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня четверг. И значит, мы встречаемся с вами в эфире одного из самых креативных радиостанций Пермского края. Вот это я понимаю. Ну что, у нас там есть какая-то движуха очень важная. По белым ночам мы поговорим чуть попозже, да? Есть самая главная новость, что ребята нас где-то что-то ущемляют. Но был принят, да, действительно, введены изменения в кодексе административных правонарушений. За проведение несанкционированных акций, пикетов, шествий предусмотрена очень серьезная ответственность материальная. Для физических и юридических лиц до 50 тысяч, для юридических лиц до 300 тысяч и так далее. Аресты предусмотрены и так далее. То есть, удивляет, как быстро Нижняя Палата Государственная Дума принимала этот закон, как быстро Верхняя Палата Совета Федерации его утвердил. И сейчас законопроект лежит у президента России. Он должен его подписать. И это все делается для того, чтобы 12 июня, когда выйдут на марш несогласных снова в Москве колонны, для того, чтобы, так сказать, иметь в виду, это дело пресечь. И поэтому с грубейшим нарушением трудового законодательства в ночи работали депутаты, в ночное время работали и так далее. Но власть закрыла на все глаза и вот таким образом продавливала этот законопроект. Вот такая ситуация. Подожди, а как правильно должно все выглядеть, этот мининг, чтобы санкционирующий... Ну, во-первых, подается заявка за определенное время, 10 дней. Указывается количество участников, определяется маршрут. И вот за то, что, так сказать, неправильно вы определили количество участников этого мероприятия, отошли от маршрута и так далее. А если вы появились там в масках, если, не дай бог, конечно, вы кидали... Но в данном случае, если вы кидаете сотрудника милиции асфальтом, то это уже состав преступления, это применение насилия в отношении представителя власти и так далее. То тут нет необходимости вносить изменения, в руках это все предусмотрено. А вот за это будет предусмотрена ответственность материальная, очень серьезная вот такая ситуация. То есть, если я не подал заявку, собрал толпу, которая кричит, например, за кого-нибудь что-нибудь плохое... Да, если вы указали неверное количество участников, тысячу человек и собрали две тысячи за это штрафы. Если отошли от маршрута, допустим, тоже штрафы. Но на самом деле, у нас и так сегодня протестная культура практически на нуле, потому что власть в эти годы отказалась от выборов, она практически зачищает все политическое поле, создавая суррогаты политических партий и так далее. Поэтому ничему хорошему этот закон не проведет. Я думаю, что будут обращения в Конституционный суд и многие положения будут отменены безусловно. Подожди, а 1 мая демонстрация? Ну, это же санкционировано. В данной ситуации Облсовпров здесь подает заявку, указывает количество участников, там они 500-600 тысяч, полгорода там и так далее. Поэтому в данной ситуации здесь нет. Здесь именно идет, что целенаправленный законопроект направлен на протестное движение. Потому что власть сегодня реально видит, что протестный электорат в стране ширится. Недовольствие огромное. Впереди колоссальный кризис. Уже сегодня цены растут. А впереди, так сказать, вы же видите, американцы упадут в цена на газ, упадет в цена на нефть и так далее, безусловно. До 40-30 обещают уже через полтора-два года. То есть практически это крак бюджетной политики страны. Вот такая ситуация. Так, 2393399, тебе звонок. Вижу, кто-то может что-то хочет спросить. Алло. Доброе утро. Антоха, здорово. Здесь все. Здесь все. Даже Тюша Метелкин, привет. Спасибо большое. Антоха, у нас тут серьезная тема. Ты что? Что может быть серьезнее Макса в день рождения? Да, 29 лет. Слушай, ну вообще, Антох, можешь тебе вопрос задать? Ты в митингах участвовал когда-нибудь? Никогда в жизни вообще? Ну и не участвовал. А то тебя сейчас на 300 косарей могут штрафануть. А, подожди, ты физическое лицо или юридическое? Ну, кстати, я хочу сказать, что здесь еще один нюанс. С 1 сентября вступает в действие изменения к первой части гражданского кодекса. И там появится очень много новых, и даже, говорят, юридических лиц, появятся картели и так далее. То есть впереди очень серьезные изменения в гражданском законодательстве. И плюс еще вот такие ужесточения, так сказать, административного законодательства, вообще по всем показателям сегодня правительство будет ужесточать правовую политику, ужесточать, так сказать, репрессионные санкции по многим, так сказать, статьям. Это неизбежно, почему? Потому что впереди коллапс, я еще раз говорю. Да, вот так вот, будем? Так, ну что, давайте прервемся на погоду. Я заметил у вас очень интересный, душесчипательный разговор, душесчипательный, но нам нужно прерваться на коммерческой информации, вернемся, обязательно. А что ты нас только уговариваешь, возьми и прерви? Ну и все. Так, че нашел? Без имени. Че за телка-то, бля? Кого ты поебал? Короче, девка, понял? Так, че.